В эфире телеканал Оркен Медиа. Итоговый выпуск новостей. В студиях Морал Куатбекова. Здравствуйте. В ближайшие полчаса наши корреспонденты расскажут о событиях уходящей недели. Вот что вы увидите в начале выпуска. Спасательная операция. На озере Балхаш около недели ищут двух пропавших рыбаков. Предположительно, рыбаки терпели бедствие в 36 километрах от берега. Обсуждение тарифа. С нового года в Балхаше может подорожать электроэнергия. 1 ноября закон вышел о внесении изменений. Для опыта балхашцы могут пройти стажировку по проекту ООН. Помимо стипендии, стажером ежемесячно проводятся двухдневные тренинги. Двое рыбаков пропали на озере Балхаш. Мужчин ищут около недели. Спасатели подключили для поиска вертолет. Сообщение о том, что на озере в районе станции Саршиган тонут два человека, поступило около 6 часов вечера в понедельник. Как оказалось, жители Саршигана 50 и 44 лет выехали на промысел на лодке. А вечером связались со знакомым по мобильному телефону и рассказали, что у них заглох мотор. После на связь они не выходили. В это время начался сильный ветер и на поверхности поднялись высокие волны. Из-за погодных условий сразу выехать на помощь специалисты не смогли. Поиски начали ранним утром следующего дня и подключили вертолет. Спасатели проверяют поверхность озера с воздуха. Продолжаются поиски по берегу. Спасательные подразделения проводят поисковые работы. Предположительно, рыбаки терпели бедствие в 36 километрах от берега. Проводились поиски с помощью вертолета. Пока результатов поиски не дали. Также ведутся поисково-спасательные работы с берега и с помощью спасательных катеров. С нового года в Балхаше может подорожать электроэнергия. Об этом на встрече с населением рассказали работники Казэнергоцентра и главный специалист областного департамента по регулированию естественных монополий. Насколько хотят повысить тариф и почему, расскажем далее. Наслушание во Дворце культуры немноголюдно. В нескольких рядах пожилые люди и пенсионеры города. Жители пришли обсудить тариф на электроэнергию. Областной представитель компании Казэнергоцентр сразу заявил о повышении опады за свет со следующего года. С 1 ноября закон вышел о внесении изменений. Мы это все учли и дату года делаем с 1 января. Если сейчас за 1 кВт электроэнергии балхашцы платят 14 тенге 36 тин, то с 1 января 2020 оплату планируют повысить до 15 тенге 76 тин. Для юридических лиц тариф вырастет сразу на 18 тенге, то есть с 20 тенге 54 тин до 38 тенге 70 тин. Подорожание специалисты объясняют повышением затрат на покупку и передачу электричества, а также для покрытия собственных затрат на выплату заработной платы работникам, командировочные расходы, услуги банков и покупку канцелярских товаров. На каком основании вы получаете? За то, что мы должны платить вашим охранникам? Не думайте головой! Вы являетесь работодатером. Вы должны за свой счет оплачивать своих работников, свою технику и все. В июне этого года по поручению Ельбасы тариф на свет в Балхаше снизился с 15 тенге 57 тинов до 14 тенге 36 тин. Спустя полгода оплату решили увеличить. Документы по поводу повышения отправят на рассмотрение в департамент по регулированию естественных монополий. Окончательное решение будет известно через месяц. На улице Агабай-Батыра прорвало трубу отопления квартальной сети. Без тепла остались 16 домов. На устранение аварии направили 8 человек и 5 единиц техники. За ходом работ следили руководители отдела ЖКХ, Сужилутранс и ЧАЭС. Продолжение темы в сюжете. Возле шестого дома по улице Агабай-Батыра с раннего утра работают коммунальщики. В 5 часов дежурный слесарь сообщил о прорыве на квартальной тепловой сети. В 8 метра свищ заварили и подачу тепла возобновили. Но протечка образовалась уже в другом месте. На участке решили заменить 10 метров трубы диаметром 425 миллиметров. На выполнение работ направили бригаду из 8 человек и 5 единиц техники. В это время без отопления остались 16 домов по улицам Жильтоксан, Сейфулино и один детский сад. Чтобы жители из системы не замерзли, тепло временно пустили по обратной линии. Труба состоит на 100% изношенность, поэтому придется мне дополнительно еще поменять около 10 метров трубу. Но в течение дней до 3 часов мы успеем поменять трубу. С начала отопительного сезона это уже 120-я коммунальная авария. Чтобы снизить число таких происшествий, сейчас разрабатывают программу по масштабному ремонту сетей. В городе Балхаш протяженность тепловых сетей составляет 225 километров. По сравнению анализа с прошлым годом количество аварий на тепловых сетях увеличилось на 40%. В этой связи нами формируется программа пятилетняя по ремонтной кампании, по замене тепловых сетей. В следующем году планируется проведение ремонтных работ на наиболее дефектных участках. В Нур-Султане, Костанай, Тимиртау, Семей и Караганде на этой неделе отменяли занятия для школьников. В неплановые дни отдыха детям принесли сильные морозы, которые пришли на территорию страны. В Балхаше уроки прошли по расписанию. По правилам, занятий для учеников с 1 по 4 класс не будет, если температура на улице опустится ниже 25 градусов. При скорости ветра 10-15 метров в секунду. Если термометры покажут минус 27, дома останутся школьники до 9 класса. При 30 градусах мороза на уроки могут не идти все, включая первые курсы колледжей. Информацию об отмене занятий можно узнать на сайтах школ, в телеграм-канале отдела образования и официальных интернет-страницах телеканала Оркен Медиа. Вместе с тем родители, учитывая погодные условия, отдаленность школы, температурный режим, принимают решение самостоятельно о посещении ребенком школы, даже в дни, когда занятия отменены. В учебный процесс школы, в дни отмена занятий, не приостанавливается. С учащими, пришедшими в школу проводятся индивидуальные занятия, повторения и закрепления изученного материала. Балхашские полицейские перешли на усиленный режим работы. В городе стартовала республиканская акция «Безопасная дорога». До 23 ноября правоохранители будут проверять водителей и пешеходов на соблюдение правил дорожного движения. С начала акции уже выявили больше 20 нарушений. Водители не пристегивают ремни безопасности, разговаривают за рулем по телефону и не пропускают пешеходов. Чтобы напомнить балхашцам о правилах дорожного движения, полицейские раздавали на улицах города листовки и предупреждали об административной ответственности. Для профилактики все-таки положено. Прежде всего, пьянство в бой, тем более за рулем. Это, я считаю, правильно. Не должно быть таких людей на дороге. А вы соблюдаете правила? Стараюсь, пристегнуты постоянно. Тем более, с этим вообще никогда. В Казахстане планируют перенести сроки уплаты налога на транспорт. О нововведениях в налоговое законодательство рассказал представитель Комитета госдоходов на пресс-конференции. По проекту закона налог на транспорт предлагают уплачивать 1 апреля года следующим за отчетным периодом. Сроки собираются перенести для физических лиц. Также планируется объединить налог на имущество и земельный налог. Считать платежи будут отдельно, а предъявлять собственнику уже одной суммой. Также отменят земельный налог для владельцев многоквартирных жилых домов. В связи с незначительностью суммы и большими затратами на администрирование. А пока нововведения не вступили в силу, автовладельцы должны оплатить налог на транспорт до 31 декабря. Рассчитать сумму можно самостоятельно на сайте Комитета государственных доходов в разделе «Электронные сервисы» и «Калькулятор», а оплатить в электронном виде на портале egov.kz без авторизации и СП, а также через мобильные приложения банков второго уровня. На сегодняшний день больше 36 тысяч автовладельцев Карагандинской области задолжали по налогу на транспорт. Сумма превысила 800 миллионов тенге. Балхашцы могут пройти стажировку по проекту ООН. Молодые люди наберутся опыта по своей специальности и получат за это стипендию. При этом деньги выплачивает неработодатель. Поучаствовать в проекте стажировка могут молодые люди от 18 до 29 лет, имеющие статус безработных. На сегодняшний день рабочую практику в 20 государственных и частных организациях города проходит больше 30 балхашцев. Их устроили на три месяца. В течение этого времени каждый будет ежемесячно получать стипендию в 60 тысяч тенге. Устроить по программе планируют еще 40 человек. Для этого необходимо сдать перечень документов, указанных на экране в бизнес-центр Кулия до конца года. Телефон для справок 431-68-8705-579-3300. Помимо стипендий, стажером ежемесячно проводятся двухдневные тренинги, где раскрываются в программах, как поступить на государственную службу, как начать деятельность предпринимательской деятельности. Оставайтесь с нами. Вот новости второй части выпуска. Лучшие в республике. Балхашские школьники защитили проект на тему загрязнения окружающей среды города. Выбросы сильно влияют на здоровье наших жителей. О жизни с юмором. В Балхаше выступили артисты театра «Унер-Курандара». А за свои деньги? Не-не-не, русские тоже. Выбираем лучших. Сроки всенародного голосования по проекту «Сто новых лиц» продлили. Балхаш стал четвертым среди городов Казахстана самым загрязненным воздухом. Такую статистику привел КАЗ «Гидромет» за третий квартал 2019 года. К классу очень высокого уровня загрязнения отнесли Нур-Султан, Актау, Жесказган и Темиртау. Высоким уровнем характеризуются Актобе, Ускаминогорск, Караганда и Балхаш. Выявлены превышения в выбросах диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, формальдегида, сероводорода, взвешенных веществ, фенола и аммиака. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории страны проводились в 45 населенных пунктах, в том числе на 56 стационарных. Уровень загрязнения за третий квартал КАЗ «Гидромет» оценивал по двум показателям – стандартный индекс и наибольшая повторяемость. Ученики 15-го лицея рассказали о загрязнении окружающей среды Балхаша и стали лучшими на Республиканской Олимпиаде. На эту тему школьники защитили проект и даже предложили пути решения экологической проблемы. Виктория Буханцева продолжит. Ежегодно в окружающую среду у Балхаша выбрасывается 600 тысяч тонн производственных отходов. В воздух попадает оксид углерода, аммиак, сера, остаточный газ и пыль. Такие данные учащимся 15-го лицея предоставили специалисты городского экоцентра, который школьники использовали для написания проекта. Выбросы сильно влияют на здоровье наших жителей. Вместе с воздухом мы вдыхаем газ, а это влечет за собой множество последствий. В основном это серьезные болезни кожи, горла, легких и дыхательных путей. В работе привели данные медиков. Из-за вредных выбросов в городе чаще болеют дети. В прошлом году больше чем у 160 маленьких балхашцев до 5 лет выявили болезни дыхательных путей. Около 20 малышей взяли на учет с болезнями органов пищеварения. Ряд других патологий ежегодно выявляют и у взрослого населения. Одним из решений проблемы считаю высадку деревьев. Зелёные насаждения впитывают в себя вредные выбросы и выделяют чистый кислород. Каждый год мы высаживаем вокруг школы деревья, но это небольшой вклад в чистоту города. Необходимо больше работать в этом направлении. Проект по экологии балхаша написали три ученика 15-го лицея. На сбор и анализ данных у них ушло несколько недель. Работу представили на Республиканской олимпиаде по естествознанию в Алматы. Балхашцы соревновались в знаниях с участниками из 19 команд со всех областей городов Казахстана. В итоге судьи признали их работу лучшей и отдали первое место. Виктория Буханцева, Акмарал Куатбекова, Руслан Сипен, Уркен Медиа. Сроки всенародного голосования по проекту «Суновых лиц» продлили. У казахстанцев есть еще почти неделя на то, чтобы выбрать своих фаворитов третьего сезона. Голосование стартовало в начале ноября. Заявки на участие в проекте подали больше 1600 человек. Есть в списке и трое балхашцев – предприниматели Шенгас Датамбаев и Даурен Кабышев, а также директор молодежного ресурсного центра Жангалия Монтаев. На данный момент своих голоса отдали больше 700 тысяч человек. Однако организаторы сообщают, что был зафиксирован ряд манипуляций со стороны отдельных кандидатов. Использование сервисов по накрутке голосов – попытка массового голосования с одного IP-адреса. В связи с этим приняли решение продлить голосование до 25 ноября. В Балхаше выступили артисты театра «Унер Храндары». Весь день актеры бесплатно показывали юмористические сценки из жизни, а также затронули социальные проблемы. Представления повторяли каждые три часа, побывали на них школьники, молодежь и зрители постарше. Продолжение темы в сюжете. А за свои деньги? Не-не-не, русские деньги. Извечные проблемы во взаимоотношениях заказчика и организатора ТОЯ. Тема первой сценки театра «Унер Храндары». В Балхаш труппа приехала незадолго до начала выступления. Минимум декораций и костюмов. В таких ситуациях, признаются актеры, спасает профессиональный подход к работе. У нас не было времени на подготовку выступлений. Только что приехали. Конечно, немного устали, но все забывается, когда выходишь к зрителям и чувствуешь их поддержку. В первую очередь, успех представления зависит от хорошего сценария и игры самих артистов. Все остальное второстепенно. Артисты театра «Унер Храндары» выступают вместе около 12 лет в составе 7 человек, а также танцоры и ведущие. Командой они ставят юмористические сценки из жизни, затрагивая социальные проблемы. Кроме того, актеры пародируют известных людей шоу-бизнеса, кино и политики. В Балхаши театр побывал во второй раз. За день артисты выступили трижды. Помимо юмора, зрители увидели в сценках поучительные моменты на тему деструктивных религиозных течений. Попасть на представление балхашцы могли бесплатно. Мы пригласили именно этот театр, потому что его актеры одни из немногих умеют через юмор и шутки пропагандировать правильные каноны религии. Эта проблема сейчас остро стоит среди молодежи. Наши соотечественники уезжают, доверяя членам деструктивных течений. Таким мероприятием мы хотели внести свою долю правды. Песнями, театрализованной постановкой и не только, отметили со 25-летия трех поэтов. Основоположников казахской литературы Сакена Сейфулина, Биембета Майлина и Ильяса Женсугурова. Во Дворце культуры прошел литературно-музыкальный вечер. По сценарию программу поделили на три блока, в которых рассказывали о жизни и творчестве Сакена Сейфулина, Биембета Майлина и Ильяса Женсугурова. Больше 40 школьников и студентов играли роли известных писателей, читали отрывки из их произведений, пели песни и исполняли композиции на дамбре. Кульминацией вечера стала постановка эпизода из повести Биембета Майлина «Памятник Шуги». В ней писатель описал судьбу казахской девушки, вынужденной подчиниться обычаям и выйти замуж до нелюбимого человека. Молодым людям не суждено быть вместе, история заканчивается трагически. Роли в сценке исполнили работники Центральной библиотеки и Культурно-досугового центра. Все номера для литературного вечера мы готовили около двух недель. Единственной сложностью для нас стало отсутствие режиссера для театрализованной постановки. В итоге нам помогли работники Культурно-досугового центра и сценка удалась. Какие мероприятия пройдут в ближайшую неделю в Балхаше, куда сходить и на что посмотреть, расскажем в рубрике «Афиша». Завтра, 23 ноября, горожан приглашают на творческий вечер Жанбалата Башара. Во Дворце культуры балхашский писатель и журналист познакомят гостей со стихотворениями личного сочинения и не только. Желающих ждут в 11 утра. С 23 ноября в городском музее начнется выставка ко дню первого президента Казахстана. На экспозиции представят фотоматериалы и книги Ельбасе. Расскажут о его первом визите в Балхаше не только. Выставка продлится неделю. Начало в 10.00. В это воскресенье под сетку встанут девочки. В зале ФОКа откроют первенство города по волейболу среди школьников. В борьбу за звание лучшей вступят 6 команд. Начало игр в 10.00. 29 ноября начнется первенство городу по мини-футболу. Погонять мяч придут юношеские команды. Три дня спортсмены будут играть в зале стадиона «Металлург». Поболеть за команды приглашают с 10.00 утра. В этот же день юноши и девушки начнут играть в баскетбол. В спортивном зале у США стартует городской турнир. В участниках любительские сборные. Первый свисток в 10.00 утра. 12-летнюю школьницу из Тараза изнасиловали во время урока в школьном туалете. Нападающий уже был судим за подобное преступление. Казахстанец стал чемпионом Японии по сумо. Ержан Максим представит республику на детском Евровидении. Эти и другие новости в рубрике «Дайджест». Шокирующее происшествие в Таразе прямо во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. Подозреваемый попал в объектив камер видеонаблюдения, но на него никто не обратил внимания. Выяснилось, что мужчина 19 лет назад уже был судим за аналогичное преступление. Пострадавшая девочка находится в больнице. С ней работают психологи. После страшного ЧП уволили директора, его заместителя, учителя, вахтёра и инспектора школы. Президент Казахстана Касымжу Мартукаев поручил освободить от занимаемой должности и Акима Тараза. Главе Жамбылской области объявлено замечание. Примирения не будет. За изнасилование и сексуальное насилие ужесточат наказание и переведут такие преступления из разряда средней тяжести в тяжкое. За насилие против детей, не достигших 14 лет, предусматривается до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Уголовное наказание также грозит сотрудникам и руководству специализированных детских учреждений, которые скрывают подобные факты. Такая же ответственность предусматривается и в отношении родителей и опекунов. Законопроект рассматривается в Мажелесе и пока не принят. Отстаивать честь страны. В детском Евровидении Казахстан в этом году представит Ержан Максим. Юный вокалист будет выступать на музыкальном соревновании с песней «Арманан Калма». На официальном YouTube-канале конкурса клип на композицию казахстанца набрал уже свыше 150 просмотров. Выступление Ержана Максима можно будет посмотреть 24 ноября в прямом эфире на телеканале «Хабар». Сегодня стартовало онлайн-голосование. Сам юный певет на своей странице в Instagram выложил пошаговую инструкцию, как правильно отдать свой голос. Казахстанец обошёл японцев сумо. Борец Ерсен Балтагул стал чемпионом Японии по сумо среди молодёжи. Об этом сообщил член национального совета Арман Шураев в своём аккаунте в Instagram. 22-летний Ерсен уже 4 года живёт и учится в Токио. В 2016 году его борцовской карьере оказался действие Асасёрио Акинори, который 25 раз выигрывал главный трофей сумо. В 18 лет Ерсен Балтагул переехал в Японию. Там окончил 12 класс и сейчас учится в университете Нихон и тренируется каждый день. Такой была неделя глазами корреспондентов Уркин Медиа. Будьте в курсе событий. До встречи в эфире.